Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Святые отцы говорят, чтобы жило наше тело, необходимо питание, а чтобы жила душа, нужна молитва. Почему слова, обращенные к Богу, имеют такую живительную силу? Почему с помощью молитвы в человеке происходит преображение, улучшается его душевное состояние, иногда сходят на нет симптомы даже самых тяжелейших заболеваний? Ответы для верующего человека на эти вопросы понятны, а что же говорит наука? Есть ли какие-то научные доказательства благотворного влияния молитвы на состояние человека? Об этом мы поговорим с сотрудником Петербургского института экспериментальной медицины, кандидатом биологических наук, протеереем Константином Константиновым. Здравствуйте, отец Константин! Здравствуйте, Катя! Скажите, пожалуйста, в вашем институте экспериментальной медицины проводились какие-либо исследования влияния молитвы на состояние человека? Вообще говоря, современная научная работа всегда, скажем так, она планируется. Утверждается какая-то тема, ставятся определенные задачи, вот. То есть всегда существует некоторый достаточно масштабный план исследовательской работы. И вообще говоря, институт в этой связи не ставил перед собой задачу такого полномерного изучения особенностей работы мозга во время молитвы. Но здесь я должен пояснить, что проводя исследования, посвященные изучению механизмов работы мозга, к нам приходили люди, которые во время этих исследований молились. Ну, подчеркнем, это добровольцы, у которых мы регистрировали электроэнцефалограмму. И я знаю, что некоторые люди, они молились, они об этом сообщали, это были верующие люди. И таким образом нам приходилось наблюдать некоторую динамику ритмов электроэнцефалограммы во время молитвы вот этих испытуемых. Ну, подчеркну, хотя задачи исследований были совершенно другие. Я должен сразу сказать, хотя, может быть, это разочарует кого-то, мы ничего особенного при этом не наблюдали в изменениях оплёдной ритмики мозга. Один раз мы всё-таки провели, ну, скажем так, условно, такое полномерное исследование на одном испытуемом, на одном верующем человеке, добровольце, который сам вызвался принять участие в таком исследовании. А исходная постановка вопроса была следующая. Этот замечательный человек утверждал, что во время молитвы, глубокой молитвы, как бы деятельность мозга как бы останавливается. Это и есть чистая молитва. Вот мы предложили, мы говорим, давайте попробуем, вот вы будете глубоко молиться, как вы умеете. Здесь надо подчеркнуть, что у этого человека достаточно был большой молитвенный стаж, нам более 30 лет. Вот мы и предложили, давайте мы посмотрим вашу электронцилограмму, то есть работу мозга во время вот вашей глубокой молитвы. Должен сказать, что то, что мы наблюдали, вот подтвердило то, что мы предполагали. Никакой остановки, ну, я говорю в кавычках, никакой остановки работы мозга мы при этом не наблюдали. Напротив, наблюдали активацию тех зон, которые связаны с речевой деятельностью, скажем так, с ассоциативной деятельностью, ну, или попросту с когнитивной деятельностью. То есть в основном это наблюдалась активность височных и лобных отделов, вот если кому-то интересно. Необходимо отметить, что литературы очень немного по исследованию механизмов работы мозга во время молитвы. Но она все-таки есть. Это единицы статей, вот есть зарубежные исследования, американские исследования, есть наши отечественные исследования. Удивительно, что результаты этих исследований не совпадают друг с другом. Результаты очень разные. В отечественных исследованиях говорится о том, что как бы мозг приближается к состоянию, где наблюдается остановка или замедление его работы. Вот в чем мы, кстати говоря, усомнились в свое время, проводя наши наблюдения. И вот работа, выполненная американскими исследованиями, говорит, что нет, как раз не наблюдается остановки работы мозга, но я подчеркиваю это в кавычках, да, или, по крайней мере, замедление активности мозга. Наоборот, наблюдается увеличение активности. Тех областей, которые в общем и целом можно характеризовать, как связанные с общением, с речевой деятельностью, с увеличением уровня внимания. Вот что на сегодняшний день, так сказать, вкратце, вот известно, ну, в каком-то смысле, физиология молитвы, если так можно выразиться. Конечно, вопрос, наверное, этот более обширный. Казается, не только изменение каких-то электроэнциклографических параметров. Я думаю, что те параметры, которые интересуют многих людей в связи с молитвой, они вообще, скажу так, вряд ли их можно назвать физическими. Вы знаете, это попросту благодать, если говорить совершенно честно, откровенно и просто, на языке верующих людей. То есть во время молитвы человек стяжает благодать. Можно ли померить благодать? Весьма сомневаюсь в этом. Отец Константин, а как правильно молиться? Ведь молитва молитвей рознь. Мы можем помолиться, почитать покаянные каноны и акафисты, но ведь не лучше ли современному человеку, загруженному множеством дел, довольствоваться только одной молитвой «Отче наш»? Мне кажется, здесь разумно сослаться на отечественную литературу, на святоотеческое предание и современные учебники духовные. Здесь можно назвать, например, замечательная книга про Терея Вадима Леонова «Основы православной антропологии». Там вот перечисляются как раз виды и типы молитвы по содержанию. Если мы с вами говорим о различных видах молитвы по содержанию, то, в общем, перечисляются вот некоторые стандартные типы. Ну, например, это молитва прошения, молитва покаяния, молитва благодарения, молитва словословия. Вот это основные типы молитвы по содержанию, подчеркиваю. Например, в молитве «Отче наш» все эти моменты отражены. Есть обращение, есть момент покаяния, есть момент словословия, благодарения. Все это есть в молитве «Отче наш», как-то не странно. Хотя ничего странного нет, это молитва Господня, подчеркиваю, дал Господь. Все эти моменты смысловые, они так или иначе содержатся, например, в утреннем и вечернем правиле. Есть обращение, есть покаяние, есть прошение, благодарение, словословие. То есть все это есть в тех молитвах, которые нам уже даны. Они изложены в молитвословии. Я понимаю, что современный человек весьма загружен разными проблемами, заботами, треволнениями. Хочется дать оценку этим заботам иногда суета, но воздержимся от этого. Это, конечно, все очень необходимое. Вот заботы. Но, тем не менее, помолиться бывает надо. Вообще хорошо было бы, чтобы человек с самого утра, помывшись, подошел бы к иконе и помолился, прочел бы утреннее правило, а вечернее – вечернее правило. Так вот, в словах утреннего и вечернего правила, в словах этих молитв, есть практически все, что нам надо. Там есть настолько глубокие и уникальные смыслы, которые действительно самому очень сложно придумать, но в котором отображена вся суть и основной смысл молитвы, а именно приближение к Богу, общение с Богом. Отец Константин, есть такое понятие «умная молитва». Что это означает? По интенсивности молитвы тоже можно выделить различные этапы или виды, или типы интенсивности молитвы. Ну вот самый простой или самый начальный уровень интенсивности молитвы, ну, скажем так, условно, нулевой уровень, нулевой, это устная молитва или словесная, когда, по сути, молится только наш язык. А мы с вами, то есть, ну, ум, да, наше сознание пребывает совершенно неизвестно где, то есть занято своими заботами, проблемами. Совершенно уверен, что это очень частое явление, очень характерное для нас, и эти житейские заботы часто, бывает, создают для нас такую доминирующую мотивацию, которую нам никак не разрешить, мы продолжаем решать свои проблемы, а язык при этом молится. Вот, спасибо нашему языку. Как было бы замечательно, чтобы следующим этапом это было прислушивание, наше умное прислушивание, ну, говорим в кавычках условно, обращение внимания на то, о чем же, собственно, говорит наш язык. Вот, этот уровень, собственно, называется умной молитвой. Вот, еще раз подчеркнем, здесь нет ничего такого таинственного или непонятного. Умная молитва – это тогда, когда слова молитвы находятся в нашем сознании. То есть, когда смыслы тех слов, которые видят наши глаза и произносят наш язык, они доступны нашему внутреннему миру и нашему сознанию. Мы с вами читаем, ну, например, интересную книгу. Ну, допустим, это какой-то увлекательный рассказ, может, даже для кого-то детектив, захватывающий. Да, вот человек полностью захвачен содержанием вот этого чтения. И согласитесь, что ум его весь находится в этом сюжете. И ум, и даже сердце, то есть чувство, находится именно в словах вот этого повествования. Вот это, пожалуйста, элементарный пример умного делания, если угодно, да? Ну, конечно, не духовного, а совершенно такого вот мирского, обывательского. Следующий уровень молитвы – это так называемая сердечная молитва. Просто когда наше сердце, наше чувство, ну, сердце мы говорим здесь условно, это просто некий центр, некая средоточие нашей души, ну, или попросту чувство, начинает реагировать на те удивительные, очень трогательные слова, которые вот содержатся в молитве. На самом деле сердце не может не отозваться, если молитва регулярная, если мы молимся с умом, со смыслом, то в конце концов сердце не может не отозваться на эти смыслы, на эти слова. Вот, и человек умиляется. Иногда называют еще так называемый четвертый уровень молитвы – это молитва благодатная. Ну, это уже непосредственно дар Божий, это когда в ответ на молитву Господь дает человеку благодать. И человек действительно способен испытать вот некоторые трудновыразимые состояния радости, мира, вот, скажем так, положительных эмоций, говоря современным языком. Наверное, вот этот последний уровень молитвы – это редкость. То есть для того, чтобы удостичь, нужен значительно молитвенный труд, то есть каждодневное чтение и упражнение в молитвах. Отец Константинов, бывает так, что мы молимся и не получаем просимое? Получается, что мы неправильно молимся и Господь нас не слышит? Так? У монахов есть интереснейшее выражение. Господь нас слышит тогда, когда мы сами слышим себя. Ну, это отчасти вот еще один из ответов на вопрос об умной молитве. Вот когда нас слышит Господь? Как минимум тогда, когда, значит, смыслы молитвенных слов находятся в нашем сознании. Но, безусловно, Господь нас слышит всегда. Даже в тех случаях, когда молится язык. Но все-таки, вот мы не получаем просимое. Видятся две причины. Первая причина – все-таки недостаточность, интенсивность молитвы. Недостаточная молитва. Например, молится язык. Господь ждет, чтобы в молитве участвовал наш ум и сердце. То есть вся личность человеческая. А второй момент, а думается он даже, может быть, более важный, заключается в том, что мы можем просить того, что нам вовсе не нужно. Кстати, в этой связи вот вопрос возникает. А чего просить-то? Да, вот Господь говорит, просите и дастся вам. А чего просить? Да, у всемогущего Творца. А Господь отвечает, ищите прежде Царствия Небесного. Остальное все приложится вам. Вот что надо просить в первую очередь. Вы человек задуманно предназначен для Царства Небесного, для вечной благой жизни. Представляете? А мы с вами просим, ну, например, Господи, дай новую машину. Ну, я утрирую, конечно, мы иронизируем немножко здесь. А вот эта просьба, обращенная к Богу, о таком очень мирском, очень потребительском, она не оскорбит ли Творца? Потому что в один ситуация, мы не то, что не получаем просимое, а можем еще получить по заслугам. Но Господь, конечно, милостив и долготерпелив. Так вот, ответ на вопрос, да, что мы просим того, что нам вовсе не нужно. И более того, мы своим просьбой можем оскорбить Творца. Вот еще раз помним евангельские заповеди. Просите Царства Небесного, ищите Царства Небесного. Это гораздо больше, чем холодильник. Спасибо, отец Константин. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. До свидания, Катя. Дорогие телезрители, в молитве мы, обращаясь к Богу, вступаем с Ним в общение. Человек создан и сотворен для того, чтобы быть счастливым собеседником Божьим. Но, к сожалению, со временем мы утратили этот дар. В молитве мы этот дар восстанавливаем. Здесь и ответ на главный вопрос, с чем обращаться к Богу, от чего зависит сила этого обращения, и как это повлияет на нашу жизнь и здоровье. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok